Цена формируется на подгузнике, в основном там расходы на рекламу. Это оболванивание наших матерей, берите вот эти подгузники, они с такими примочками, с такими прокладками. Подгузнику 30 лет, его форма приобрела вот последние 5 лет, уже дальше его совершенствовать некуда. Его себестоимость мы знаем, мы знаем, что его можно продавать с хорошей рентабельностью. Мы просчитали это все, нам помогли производители. Из-за этого оборудования. Я вам скажу пример, в Европе половина приходится только на американский проктор и гэмбл, остальное контролируют мелкие производители, как я. Мы делаем разумную наценку, чтобы нам можно было развиваться, платить достойную зарплату, платить налоги. В результате вот этой простой арифметики подгузники будут дешевле, чем американские. Вот даже сейчас по этой ситуации, когда еще американские не выросли, еще продают старые остатки. После Нового года вы увидите новые цены в магазинах на них. Оборудование итальянское, вся основа вот этого импортозамещения, это брать современное оборудование. Берешь современное технологическое оборудование, создаешь высокопроизводительные рабочие места, где два человека делают, стоят на линии. Линия выпускает 300 подгузников в минуту. Вы представляете, какая скорость? 300 штук в минуту подгузников делают. Только сырье успевают подвозить и делать готово. Все зависит от технологий. Мы нашли и долго искали, нашли самого лучшего производителя в Европе. Нас подкосило и этот доллар, этот скачок евро-доллар. У наших оборотных средств уже недостаточно. Традиционная русская зависть, она выливается в преследование здесь всяких силовых структур, давление административное, проверка за проверкой. Не успеваешь работать, только собираешь бумажки, копируешь.